Друзья, всем привет! С вами канал Дневник Фристайлера, меня зовут Артем Никоненко. Сегодня я вам расскажу о том, как тренировать ХТВ на количество. ХТВ на количество – это один из основных, скажем так, базисов в футбольном фристайле. Если вы не будете уметь делать ХТВ на количество, вы просто не сможете комбинировать трюки и прогрессировать во фристайле. Что нужно делать? Самое первое – это нужно меть по одному ХТВ на каждую ногу. Неважно, правша или левша, вы должны делать эти трюки на обе ноги. Это обязательное условие, потому что без этого мы никогда не научимся. Следующий момент очень важный в ХТВ. На количество – это тренировка самого подбива. Вы должны довести просто до жесточайшего автоматизма это движение. Это должно быть не вот такое вот ХТВ и должны бегать. Или, я не знаю, какое-нибудь кривое. Каждое ХТВ должны делать подбив, как в чеканке. То есть, вот смотрите, вот он подбив перед ХТВ и вот он подбив после ХТВ. Абсолютно такое же. То есть, я должен сделать ХТВ так, чтобы следующее ХТВ началось у меня так же, как первое с ХТВ с количеством. Каждый трюк в комбинации делается отдельно от каждого. То есть, мы делаем первый четко. Если мы сделаем первый четко, второй мы сделаем второй четко. И так далее в нарастающий. Треть, четвертый, пятый. Простая логика. Как же добиться этой стабильности? Есть несколько упражнений, которые я могу вам сегодня показать для того, чтобы прокачивать ваше ХТВ. Еще в уроке по ХТВ я говорил, что это ХТВ с рук. Но ХТВ с рук не вот такое какое-то кривое. А каждый подбив должен лететь четко в то же место, с которого вы начинали. В руки. После этого тренируем, я не знаю, каждый по-своему. Тренируем до того момента, пока вы не начнете понимать, что, блин, это идет стабильно. Вот когда идет это стабильно, начинаем двигаться дальше, начинаем усложнять. Не перескакивайте упражнения, если они нестабильны. Вы просто потратите время на более сложный трюк, еще больше времени, чем вы бы потратили, например, на предыдущее изучение более простого элемента, доведя его до стабильности. Поэтому каждое движение мы делаем до того момента, пока он у нас не возникает стабильно. Следующим моментом в обучении ХТВ на количество, в свое время было такое упражнение, это ХТВ одной ногой. Как оно выглядит? Вы должны доводить эти ХТВ на максимум, сколько можете. Ну, я не знаю, рекомендую до 15-20 точно довести одной ногой. Оно сначала будет казаться очень сложно, но потом вы просто привыкнете. Суть в том, чтобы делать ХТВ одной ногой каждый раз. С подбива. То есть мы сделали АТВ, подбили мяч, вылетел. ХТВ, ХТВ и так далее. Соответственно, делаем правой и левой ногой. Следующим будет, что мы делаем ХТВ, 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 ХТВ. То есть два правой, два левой, два правой, два левой. Чередуйте. Делайте три правой, три левой. Делайте по одному лесенку по нарастающей. Правой, левой, потом два правой, два левой, три и так далее. Очень интересно будет тренировать по нарастающей, ну то есть такая некая игра до максимума, до которого максимум вы сможете дойти Еще важным моментом, наверное, я бы отнес, ну про подбив я уже сказал, но высота подбива Сложно будет делать много хитв, если вы будете делать высокие Поэтому старайтесь делать на оптимальном уровне, это на уровне пояса, паха, чтобы очень высоко ноги не поднимать Потому что это очень сильно расходует вашу энергию, соответственно, это такая выносливость Чем больше энергии вы потратите, тем меньше хитв вы сделаете Вот основные моменты по хитв на количество, которые я могу вам порекомендовать Еще одним моментом в прокачке самого хитв, то есть это одно движение, но его можно прокачивать по-разному Можно делать небольшие комбинации базовые, это АТВ, хитв Еще одно движение, это наоборот хитв, АТВ И плюс на будущее вы закачаете именно этот переход Этот переход я считаю лично одним из самых сложных в базовых переходах Потому что очень сложно, когда идет нога вниз, потом резко выцепить ее вверх Вот эти моменты по хитв на количество, я надеюсь, очень сильно вам помогут Я постарался раскрыть максимально много, но истина, она проста Нужно просто тренироваться Чем больше вы сделаете попыток, тем быстрее вы научитесь это делать Если вы сделали все, что я вам сказал И кто-то вам еще насоветовал кучу проблем, но у вас не получается Проблема лишь в одном Это в количестве ваших тренировок Удвойте количество тренировок Пересмотрите свои тренировки, может быть вы неправильно что-то делаете Снимите видео, посмотрите на себя со стороны Пытайтесь анализировать свои ошибки И тогда прогресс не заставит себя ждать Ну а с вами был Артем Никоненко, канал Дневник Фристайлера Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И ждите новые видео Ага Субтитры сделал DimaTorzok